Что мы хотим? Чтобы наше правительство было здесь? Я как-то один день включила телевизор, и наш председатель народного собрания с кем-то там разговаривал. Что они делают эти митинги? Пускай делают. Им нравится выступать перед публикой. Все равно их никто не слышит, и никто не выходит перед ними. А мы хотим, чтобы они были рядом с нами. Никогда они рядом с нами не будут. Я хотела бы спросить наше правительство с Кишинева, как они могли делить эти деньги? Наши пенсионеры, которые имеют две тысячи, которые имеют только тысячу пятьсот, им дали тысячу пятьсот помощь. А те, которые имеют по три тысячи, им давали по пятнадцать тысяч, по двадцать тысяч, им давали по три тысячи помощь. Откуда они взяли эту логику? Где их голова, когда они решали вот это, что было? Я не могу понять, как можно было вот так обсуждать. Мы пенсионеры, мы... Все равно мы свое время работали, до ночи работали, платили, налоги платили, и все, вышли мы на заслуженную пенсию вышли. И что мы сейчас имеем? Две тысячи лет имеем, и больше ничего. Как мы будем жить? Как мы будем платить эти услуги? Они не думают о нас совсем. Мы пенсионеры, для нас не люди. Мы пенсионеры. Они нас не считают за людей, потому что никакой помощи насчет государства мы не имеем. И мы хотим, чтобы они нас поддержали. Да никогда в жизни никто не будет поддержать. Мы их поддержали, мы дали им работу, мы выбрали их. И зря мы делали это, потому что они с обманом зашли в президентуру. Спасибо за внимание.